Привет, друзья! С вами снова я, Антон Зе, за камерой Альберт. И сегодня апрель. Апрель, я нахожусь в шапке, в кофте, в толстовке, Альберт в куртке. Но все решили выйти покататься, потому что наконец-таки вот этот снег уже почти весь растаивает. Немножечко есть. И, как всегда, когда начинает весна, после зимы в парке становится очень-очень грязно. Много всяких камней, никто их не чистит. Поэтому сегодня мы с ребятами сделаем скейтборд-щетку, на котором можно будет и кататься, и сразу чистить скейт-парк. Погнали! Надеюсь, здесь есть щетка, которая нам нужна. И нам нужна обязательно деревянная, потому что мы будем прикручивать саморезами. Где нам тут найти щетку? Ребята, случилось то, чего я так боялся. Здесь продаются пенеборды. 570 рублей! 500 на одном болте! Вы когда-нибудь такое видели, ребята? Пластмассовые подвески, все как мы любим. Пластмассовые подшипники. Короче, пишите в комментариях, если хотите, тест скейтборда из Ашана. Точнее, пенеборда. Вот такого пластика. Переедем к тачке, поплипуем, послайдим. Ну и посмотрим, можно ли кататься на такой доске почти даже за 600 рублей из Ашана. Она вообще ничего не весит. Это, знаешь, это, знаешь, вот есть хендборды. Вот это похоже на хендборды. Он по размеру похож. Ладно, я не хочу спалерить, так что, ребят, пишите в комментарии, если хотите обзор на эту защиту. Стоило мне найти залку, как тут еще появились у нас. Короче, есть за 1800 непонятная тоже вот такая доска. С ручкой. С ручкой, самое главное, с ручкой. И тут сейчас кололасно рисуем, что ты можешь прям взял ее и полез на гору. Затем тут еще есть, что у нас там. Скейтборд с драконом. Сколько он стоит? Ценника нет? 2000, походу. 2000. Такое, что все по двушке. И что тут еще? Вот он там, нет? А, это уже... А, ну это тоже перебор такой уже с дизайном. Ну и вот такой вот. Короче, ребята, очень много досок, которые нужно обязательно все протестировать. И узнать, можно на них кататься. Так что жду ваши все комментарии. А мы идем искать нашу щетку в метлу. Щеточный рай в Башане. Берем все, идем через скейт-парк. Так, ладно, ну что, выбрай, какая она подойдет. Есть вот такой вариант. Не знаю, как мы его будем прикручивать. Есть вот такой. Ну, в принципе, они одинаковые, да, только по цвету. Ну, и по гамме возьмем зелененькую, но я бы взял оранжевую. А, не она маленькая. А что стоит еще эта щетка? 200 рублей? 200 рублей. Ну, ничего. Нормальная такая? Ну, просто я хотел, чтобы она была деревянная, а она пластмассовая. Смотри, она уже отваливается. Что это за качество 200 рублей? Она со стяжкой еще починили. Она 500 рублей стоит. О, это сотка? Нифига! Вот, что мы искали! Вот, а ну, Альберт нашел! 99 рублей! Кто лысый? Так, все. Это нам не надо. Что еще? Точно на 99? Почему я так дешево? Потому что я без черенка. Но нам и не нужен. Почему так дороже? Это 243. Короче, это просто из соломы. Это, знаешь, спереди и сзади. И как ездят машины, поливалки и чистят сразу. Такая же тема будет. И солерам бросают. Короче, вот это хватит точно. Ну что, за уборку скейт-парки сегодня отвечает Антон Зетт. Так что мы сейчас прикручиваем к нашей бедной, уже уставшей доске с Алиэкспресс, хотя ей уже больше года и она выдержит все тесты, нашу щетку. И будем чистить скейт-парк. Сегодня наша конструкция будет выглядеть именно таким образом. В общем, наша доска, и мы к ней прикручиваем нашу щетку, которую мы купили за 100 рублей. Также у меня есть вот такие вот огромные, правда, саморезы. И на них мы посадим нашу щетку. Есть там? Держится, да. И финальный. Ну что, ребята? Сегодня скейт-парк будет полностью очищен, потому что у нас скейт-щетка. Мы надеемся сделать также на этой доске и флипчики, погриндить, попрыгать с гепчиков, чтобы, когда вы едете, никакие камушки, никакие вот эти такие штучки вам не мешали. Так что первый тест мы очистим асфальт. Приходишь к скейт-парку, сможет грязь, она же может попасть под колеса, я смогу упасть. Но у тебя есть щетка-борд. Как только он действует. Антон, лучше не стало. Антон, лучше не становится. Посмотри, посмотри, как он чистит. Просто нужно раскатывать. Ну что, можно? Да, Никитин, я хочу, чтобы ты сделал самый чистый флип. Это... Я хочу проехать? За слов. А-а-а. За слов. Е-е-е, парк почищен. Нормально, а я немножко помог тебе. Я немного... Ой, я-е-е. Предлагаю попробовать сейчас... Предлагашний парк и дроп. Пойдем? Дропим в парк. Пойдем. Давай, надо? Сейчас будет уборка. Ого! Реально убирает! Слушай, я не только убрал, я еще деньги нашел, целые рубы. Держи, давай. Пойдем. Пойдем по луже. Сможешь рисовать даже, как кисточка. Я художник. Так, дайте киллеру попробовать. Стой, стой, стой. В смысле? Осталось только починить. Столько досок сломал, иди, чисть, давай. А что делать? Сделай, почисть какой-нибудь фотик. Твой любимый, можешь грань почистить? Грань? Фифтоком. Да там чисто. Давай просто вот так вдоль. Давай, давай. Давай еще, давай еще. Я здесь покаташу хотел бы газ. О, покаташу! Ееееееее! Ну, вообще-то это была доска для грязи, а не для воды. Никита решил завершенствовать ее. Погоди. Смотри, там еще есть немножко снега. Не, я так чисто. Блин, клево. Чисто так это, символически, знаешь. Он эксплуатирует скейтборд. Ха-ха-ха. 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 Самый лучший черенок для чешки. Это скейтборд. А теперь надо нарисовать. Погнали, сделаем фифток. Ееееее! Браво! Очищено! Да! Давай, Никита, трешку. Трехку? Самую чистую трехку. Тогда держи. Горшок ДМС. Это неубиваемый скейтборд. Я ее треснул. Так я ее все треснули. Представляешь? Сломал. Воу-воу-воу. Да нет, треснул. Что треснул? Где? А ты сделаешь, Оле, на счет? А где ты сделал? Где ты треснул? Где ты треснул? Не знаю. А, вот это? Да не знаю. Ладно. Да я по приколу просто. Смотри, можно попробовать? Давай. Ты делал кикфлип обычный, но ты не делал обратный кикфлип. Можно? Фейки? Нет, вот так. Надо бы покупать две щетки и делать с двух сторон. Точня! Чтобы это было... Слышь, как со всех сторон, знаешь? И здесь сейчас сбоку. Да, да, да. Тюнинг. Да. Мы сделали самый чистый скейтборд для самого чистого скейтпарка. Там нужно так идеально встать, вообще. Это супер баланс должен быть. Ты едешь на нозмендл, ты типа вперед-назад, вперед-назад. А тут нужно идеально вот так зайти. И держать. И замереть, вообще замереть. Вообще не двигаться. Да, там баланс вперед. Если Никита не может сделать нозмендл, значит это невозможно. Нет, я просто еще не раскатался. На такой щеткоборде. Я очень сильно нажимаю. Может за это? Я ж могу. А ты дави нежно. Ну я пробовал. Все. Очищено. Полы помыли. Ну что, ребята, как вам теперь кататься в чистом скейтпарке? Без луж, без мега, без камней. Мне понравилось то, что я смог переслать круг вот тут. Его почти уже не видно. Уроки изо от Никиты на скейтборде. В общем, в следующий раз мы усовершенствуем нашу конструкцию. Мы сделаем еще и сзади щетку, сбоку щетку. И у нас будет просто одна доска-щетка, не видно будет колес. И посмотрим, что из этого получится. Согласны? И будем чистить скейтпарки? Да! Антон звенится. А если кто-то будет плохо себя вести, мы починим ему зубы. Профессиональная лонбордистность Пятигорска. Круто. Так что спасибо ребятам, что пришли подписаться на Никиту, подписаться на киллера, подписаться на Альберта, на мой канал. Кстати, максимально чистые, термальные лайки. И катайтесь на шортах. Покупайте скейты и катайтесь. Покупайте и катайтесь. Это весело, это круто. Да. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok